Константин Сергеевич попал на фронт в 17 лет. В ноябре 1943-го он был направлен в учебную стрелковую дивизию. Ветеран прошел тяжелый путь войскового разведчика. Участвовал в операции «Багратион», в боях Восточной Пруссии и в битве за Берлин. Идея написать книгу воспоминаний о войне под названием «Верность священному долгу» появилась у Константина Сергеевича более полувека назад. Чтобы написать книгу и понятно было читателям, значит, эта мысль пришла только в 60-х годах. Потому что, вы знаете, 20 лет после Парада Победы, 45-го года, 20 лет не было парадов. И потом только в 65-м году Парад Победы был первый. Значит, опять всколыхнулось в памяти, говорится об этом. И более того, значит, к этому времени я уже, значит, неоднократно возвращались мысли, возвращались к военному времени. Книга вышла в свет ограниченным тиражом. В ней описаны фронтовые эпизоды и послевоенная жизнь автора. Значимую роль в подготовке издания сыграли организаторы презентации, сторонники партии «Единая Россия». Мы принимали большое участие в формировании, в издании этой книги. 300 экземпляров книги было заказано. Подарок это от главы района Андрея Иванова. Подарил Константину Сергеевичу глава района тираж. По одной книге мы дарим детским садам, чтобы у деток у всех были. И по одной книге мы в перспективе, вот через два дня будет такая же аналогичная встреча, будет подарена школам нашей библиотечной, в библиотеке каждой школы. Собравшиеся с интересом слушали рассказы Константина Сергеевича о военном времени и историю создания книги. А маленькие гости исполнили патриотические песни. По словам Константина Сергеевича, раннее патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача в работе с подрастающим поколением. Ветеран регулярно общается с детьми в образовательных учреждениях района. Автор книги убежден, чтобы понять и оценить настоящее, предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое своего народа, в том числе своей семьи. Какая-то память должна сохраниться. И вот сейчас я со школьниками встречаюсь, тоже говорю, что надо, пока живы, значит, у вас родственники, деды, родовое дерево надо, обязательно, значит, поинтересоваться. Обязательно в течение 10 лет у них неоднократно будет писать сочинения какие-то и прочее. Константин Сергеевич надеется, что его книга поможет молодым читателям понять, как служить Отечеству в современном мире, оставаться людьми доблести и чести, верными священному долгу. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.